Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ, в студии Елеман Раимбеков и сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. И в начале выпуска коротко о самом важном. Нет земли без цветов, а народа без героев. Отважный текилиц спас тонущую девочку, рискуя своей жизнью. Всем на работу! 23 тысячи новых рабочих мест будет создано в Алматинской области. Подбор кадров уже стартовал. Добрые дела набирают обороты. Порядка 14 тысяч человек ощутили на себе материальную поддержку в рамках акции Безбергемс. Формирование новой структуры экономики – приоритетная задача государства. За период действия чрезвычайного положения в Казахстане отмечен спад социально-экономического роста. Так, индексация в сфере торговли по сравнению с прошлым годом снизилась почти на 9%. Низкий коэффициент наблюдается и в транспортной логистике. На прошедшем правительственном заседании под руководством премьер-министра Оскара Мамина рассмотрен ряд мер, направленных на восстановление сектора услуг и оказание государственной поддержки объектам малого и среднего бизнеса. Карантинные меры в Казахстане отразились на многих сферах экономики, в том числе и на строительстве. Положительная динамика в этом секторе отмечена лишь в 13 регионах. По объемам индивидуального жилищного строительства лидирующую позицию занимает Алматинская область с показателем в 120%. Всего отмечено 10 ведущих областей. В настоящее время идет послабление карантинных мер. Приоритетной задачей станет восстановление всех сфер экономики страны. За 4 месяца текущего года отмечается снижение доли ВВП на 0,2% по сравнению с этим же периодом прошлого года. В отдельных секторах отмечается динамика роста. Так, в обрабатывающей промышленности прирост составил 7%, в легкой промышленности почти 14%, в сельском хозяйстве 2,2%. В перечень вошли также горнодобывающая промышленность и строительство. Наибольший показатель около 25% отмечается в фармацевтике и машиностроении. Переработка нефти составила 5,2 миллиона тонн, что составляет 96,3% согласно плана. Одним из поручений президента Касым Жумар Татукаева является разработка комплексного плана по восстановлению экономики Казахстана. В его рамках первостепенной задачи для руководства областей станет смягчение карантинных мер и восстановление сферы отраслей услуг. Вместе с тем будут приняты все меры господдержки субъектов малого, среднего и крупного бизнеса, а именно льготное кредитование, налоговое послабление, стимулирование внутреннего производства. Рассмотрение этих вопросов было продолжено на совещании с участием Акимов районов Алматинской области. На сегодняшний день Палт-Курган единственный областной центр, где благодаря нашим мерам, училиям, за счет опережащих каких-то мероприятий, Казахстана. Одной из важных задач в регионе является проведение комплексных мер по обеспечению безопасности и нераспространение COVID-19. В Алматинской области на сегодняшний день из зарегистрированных 183 человек выздоровели 77. По указанию главы региона, часть блок-постов внутри некоторых районов будут сняты. Напротив, меры усиления будут приняты в аэропорту. В регионе с соблюдением санитарных требований постепенно будут введены в действие порядка 400 объектов. Также в области будут реализованы жилищные программы 7-20-25 и 5-10-20. Проект 7-20-25, он здорово сработал. Огромное количество людей получили квартиру. Теперь делает еще лучше. 5-10-20. 50 с лишним тысяч, да, у нас очередников. Вот с учетом этого сделайте мне программу, я его утвержу. Благодаря реализации дорожной карты занятости в Алматинской области ведется капитальный ремонт 143 объектов. Начато строительство врачебной амбулатории и капремонт 12 школ. Центры занятости направлены на 2315 человек. Трудоустроено 1877. 510 из них трудоустроено через рекрутерские центры мобильные. На сегодняшний день в регионе идут к завершению аграрные работы. Чрезвычайное положение не повлияло на ход сельскохозяйственных работ. К слову, фермерам была оказана всесторонняя поддержка в обеспечении ГСМ. В рамках привлечения иностранных инвесторов планируется заключение взаимовыгодных договоров с зарубежными партнерами. Также с начала июня по согласованию с главным санврачом области начнут функционировать дошкольные учреждения. В штатном режиме пройдет и ЕНТ. Гульмира Тимиргалеева, Жасулан Шенкенжи, телекомпания ЖДСУ, Талдыкурган. Без работы не останешься. Около 23 тысяч рабочих мест предоставят жителям Алматинской области. Для реализации 977 проектов ведется подбор специалистов необходимой квалификации. Каких? Узнаем из сюжета. Для оперативного мониторинга баланса рабочей силы областным штабом сформированы списки безработных граждан. Разработан и утвержден график их направления в разрезе районов, согласно этапам строительства и реконструкции объектов. В настоящее время на 294 проектах создано около 3,5 тысяч рабочих мест. В том числе через центры занятости трудоустроена порядка 1700 человек. По 137 проектам привлечено 410 лиц из числа безработной молодежи. Работа ведется как в подготовке, так и в переподготовке кадров. Сегодня у нас проводится круглый стол. Пригласили мы сюда выпускников колледжей, также лиц, которые ищут работу, лиц, которые хотят переобучиться, приобрести новую профессию для того, чтобы участвовать в проектах по дорожной карте занятости. В основном это связано с дорожными работами, это и водители есть, дорожные, как его, работы, автогрейдеристы. На текущем капитальные ремонты это дорожные рабочие, также штукатурщики нужны для этого, маляры нужны, кто еще, питонщики нужны, арматурщики нужны. Для этого мы сейчас работаем и с колледжами, которые выпускают специалистов, выпускников со строительными профессиями в отрасли. Например, с пяти колледжей мы сейчас хотим привлечь на дорожную карту занятости, на реализацию проекта, 205 человек. Программа реализуется по четырем направлениям. Строительство, капитальный текущий ремонт и реконструкция. Это 137 социально-культурных объектов, 115 объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, 25 проектов по благоустройству населенных пунктов и многое другое. Изо дня в день количество реализуемых проектов увеличивается, тем самым возрастает число лиц, направляемых центром занятости на эти проекты. Это какие объекты? Это строительство врачебной, например, врачебной амбулатории в селе Триньевка или Ильинского района. Капитальный ремонт и текущий ремонт. 24 школы ремонтируются по всей области уже сегодня. На ремонты текущие капитальные направлены 345 человек. Из числа безработных ведется строительство стадиона, текущего ремонта стадиона в Кирглакском районе. Также ведется капитальный ремонт четырех зданий сельских домов культуры. Четыре объекта дома сельской культуры направлены на 155 человек. В одном только Талдыкургане на реализацию программы «Дорожная карта занятости» на 2020-2021 годы будет создано 530 рабочих мест. Из их числа 272 человека будут направлены через городской центр занятости. Из работы, в частности, где-то года два-три. В «Дорожной карте занятости» пришли в центр занятости на счет квалификации строительных работ. Надеемся найти устраивающую для себя хорошую работу. Реализация «Дорожной карты занятости» позволит решить приоритетные проблемные вопросы, волнующие население и даст дальнейший положительный импульс развитию региона. Евгения Присяжная, Нурбек Журанбаев, телеканал ЖТСУ. Трассу Талдыкурганусь-Каменогорск откроют до конца 2020 года. Уже совсем скоро закончится временное неудобство, связанное со строительством дороги республиканского значения. И водители смогут ездить на четырех- и двухполосной трассе. На данном этапе прокладывают двухслойный асфальт. Радостной вестью поделилось руководство Казавтожол. Напомним, в эксплуатацию проект будет стан полностью в 2022 году. Строительство автотрассы Алматы-Уэскемен – проект масштабный. Стартовал он еще в 2012 году. Уже пару лет как автолюбители без преувеличения наслаждаются комфортной ездой от Алматы до Талдыкургана. Не менее комфортно станет движение и от Талдыкургана до Уэскемена. Строительные работы на этом участке обещают закончить в 2022 году. А трассу до Алаколи открыть планируют уже в этом. Сейчас в работах задействовано почти полторы тысячи человек и 785 единиц техники. По словам подрядчиков, почти 90% рабочих – из числа местного населения. Работы не прекращаются ни на минуту. На протяжении всей дороги располагаются пять асфальтобетонных заводов и столько же дробильно-сортировочных установок. У нас участок состоит 38 километров, из них 36 километров – это первая категория, 32 километра, и 6 километров – это вторая категория техническая. Первая категория – это четыре полосы, 32 километра – первая техническая категория. И 6 километров – это две полосы, это вторая категория. В данный момент ведутся строительство развязок, трех развязок по всей протяжении дороги. Потом земляные работы, ПГС, основания из ЧПС. Ну, в данный момент сейчас у нас карантин, по всей республике объявили чрезвычайную ситуацию, поэтому в данный момент мы не можем много взять людей, соблюдая карантин. Но сейчас, в принципе, хватает. По плану спасибо Акимату Алматинской области за то, что помогает всячески. Сейчас ведутся работы по устройству земляного полотна. На протяжении всей дороги предстоит установить более 300 водопропускных труб. Большую половину уже уложили. В настоящее время временно открыто движение на 45 километрах дороги с асфальтобетонным покрытием. По поручению Акима Алматинской области, Амандыка Баталова активно реконструирует и дороги областного значения. На этот год ремонт и содержание дорог обойдутся почти в 27 миллиардов тенге. Десять из них выделены из республиканского бюджета. Всего планируется отремонтировать 486 километров дорог. Запланировано 13 мостов у нас. Строятся два пешеходных перехода на станцию Чималган. Пешеходный переход и в Исексай-Масай, 6 километра конструкция. Саржек, Харваз, Кугал, Коксу, Хараблак. 94-го после 22-й километра в этом году. А 0,94-го уже сделано там уже. Это будет сократить дороги, которые будут ехать, например, с Жаркента, с тех районов, через эту дорогу проедут, намного ближе будут доехать до областного центра. Город Талган. Примерно километров 70, наверное, сократится. Особое внимание уделяется строительству автодороги до озера Балхаш. С ее открытием добраться до уникального озера станет возможно всего за полтора часа. А поток туристов, прогнозируют специалисты, увеличится вдвое. Сдать дорогу в эксплуатацию планируется уже в следующем году. 5 миллиардов 847,8 миллиона тенге. На данный момент уже уложено нижнее слое асфальтовое покрытие, условное, 6,9 километров. Дорога раньше была третьей категорией. Это асфальтная ширина асфальтовое покрытие 70 метров. Сейчас будет второй категории. Это 9-метровка будет. На 2 метра шире будет проезжая часть. Ремонт и строительство дорог на особом контроле Акима области. Деньги на этот год выделены и немалые. Теперь дело за главным. В срок и качественно выполнить весь запланированный объем работ. Иначе, как предупредил Амандык Баталов, спрос будет жестким. Дамир Анитов, Мирверт Кадрбайгзе, Азиди Сюмбек, Телеканал Житсу. Герой нашего времени. 18-летний житель города Текили Даурин Жаркенбеков совершил настоящий подвиг. Рискуя собственной жизнью, спас тонущую в ледяной реке трехлетнюю девочку. Все подробности у Айнур Мирхановы. 11 мая в седьмом часу вечера трехлетняя Ниса Сагат, игравшая у берега реки Кара, по неосторожности упала в воду. Сильное течение унесло девочку как пушинку. К счастью, тонущую кроху заметили отдыхавшие на скамейке братья Жаркенбековы. Один из которых, не задумываясь, бросился в бурлящую воду. Прыгнув в реку, поначалу я не смог ее поймать. Упустил. Потом я вышел из воды и побежал вниз. И снова прыгнул в воду. И лишь со второй попытки мне удалось схватить ее, вынести на берег. Будучи студентом медицинского колледжа, Даурен сразу проверил пульс побледневшей бессознательной малышки. Затем попытался самостоятельно оказать ей первую медицинскую помощь. Но более профессионально это сделала проходившая в тот момент мимо жительница города Текили Елена Подалкина. Общими усилиями путем искусственного дыхания и непрямого массажа сердца Нису Сагат удалось вернуть к жизни. В настоящий момент она находится в центральной городской больнице. Была сделана рентгенография легких. Ребенок нуждается в лечении в течение примерно около 10 дней. Состояние ближе к средней тяжести. Я думаю, что вот все хорошо. Родители трехлетней девочки до сих пор не могут поверить свершившемуся чуду. По словам отца девочки, сам Бог послал им Даурена. Иначе это никак не объяснить, уверяет он. Кроме благодарности, что я могу пожелать? Чтобы он оставался таким же человечным, храбрым, достойным сыном нашей Родины. Молодец. Еще я слышал, что он в медицинском колледже учится. Вот видите, первое его спасение жизни, можно сказать. За проявленную смелость и мужество 18-летний Даурен Жаркенбеков отмечен руководством города и представлен к ведомственной награде. Помимо благодарственного письма от Акима города Текили, Бахтяра Унирбаева, департамент ПЧС Алматинской области направил письмо в центральный орган с предложением наградить героя на республиканском уровне. Вместе с тем, служба ДЧС области убедительно просит ни в коем случае не оставлять детей без присмотра взрослых у воды, что может привести к трагическим случаям. Айнур Мирханова, Абзал Нусипов, телеканал ЖИЦУ из города Текили. Мы вместе. В Алматинской области набирает масштабы республиканская благотворительная акция «Безбергемес». Если в начале апреля помощь получили около 10 тысяч человек, то теперь эта цифра составляет порядка 14 тысяч. Активную лепту в благое дело вносят предприниматели региона. Только в Кербулакском районе с начала старта акции усилиями бизнесменов и неравнодушных граждан поддержку получили более 500 семей. Подробнее расскажет Ануар Мангелинов. Когда мы едины, мы непобедимы. Именно этого девиза придерживаются предприниматели Кербулакского района. Собрав средства, инициативная группа из 25 бизнесменов решила оказать помощь 200 семьям в 15 сельских округах. На сумму около 6 миллионов тенгей ими закуплены социально значимые продукты питания. Предприниматели Кербулакского района в священный месяц Рамадан сплотились и организовали помощь под лозунгом «Безбергемес». В этот священный месяц мы все стараемся помочь. У нас все предприниматели до этого всем помогают. У каждого магазина есть 2-3 семьи, которые нестабильно помогают. Но именно в этот месяц мы решили сделать такую акцию, чтобы помочь побольше народу захватить. По инициативе Ельбаса, председателем партии «Народан» с 18 марта стартовала акция «Безбергемес». По всей республике проводятся такие акции. Нуждающимся людям по семи категориям оказывается помощь. С республиканского фонда «Безбергемес» было выделено по 50 тысяч тенге нуждающимся людям по семи категориям. В том числе и «Безбергемес Джетсу» в нашей области около 10 тысяч человек получили по 50 тысяч тенге. Ботагост Уступаева – мать семерых детей, своих сыновей и дочерей женщина воспитывает и поднимает одна. До введения режима ЧП жительница Саразека работала в кафе. На данный момент находится в отпуске без содержания. Сейчас семья живет за счет соцвыплат и госпособий в размере около 80 тысяч тенге. В этот нелегкий период поддержку многодетной матери оказала партия «Нур-Отан» и меценаты района. Хочу выразить благодарность Нур-Отану Бригадовичу. Спасибо. Этот человек помогал мне в трудную минуту. Хочу выразить благодарность президенту Ельбасе Нур-Султану Абишевичу Назарбаеву за то, что он думает о таких, как мы, помогает нам. Большое спасибо. По данным партии «Нур-Отан», с момента старта акции по сегодняшний день в Алматинской области оказана поддержка почти 14 тысячам жителей. Спонсорами выступили более 570 человек. До конца режима ЧП партийцы совместно с бизнесменами и неравнодушными гражданами намерены доставить помощь еще 6 тысячам земляков. С ослаблением карантинных мер наряду со многими утверждениями начали работу ЦОНы. Но только при условии предварительного бронирования очереди по номеру телефона 1414 или через специальный сервис на портале ЕГОВКЗ. Получать в порядке прямого общения можно будет только услуги, которые недоступны в электронном формате. Это исключит скопление граждан в ЦОНах и опасность заражения, а также сэкономит время услугополучателя. К слову, Центр обслуживания населения в период ЧП работает только на выдачу готовых документов. За это время было выдано более 10 тысяч госуслуг на бумажных носителях. При этом только три категории граждан смогут получать электронные услуги в ЦОНах. Это пенсионеры многодетной семьи и маломобильные слои населения. Однако им также необходимо бронировать свое посещение ЦОНа заранее. Для них будут работать специальные секторы самообслуживания. В Талдокругане эти льготные окна откроются по семи адресам. На сегодняшний день более 80% госуслуг оказывается в онлайн формате. Получение ЦП, получение водительского удостоверения, сейчас даже можно перерегистрировать авто через онлайн, свидетельство о рождении можно получить через онлайн. Но на сегодняшний день более 680 услуг оказывается онлайн. Уже через несколько месяцев одной из визитных карточек областного центра станет новый Олимпийский крытый бассейн. Уникальный спортивный объект откроет большие перспективы в развитии водных видов спорта, где будут оттачивать свое мастерство наши спортсмены. Уже этим летом начнется набор секций по пяти водным видам спорта. Алексей Цой узнавал, как будут формироваться новые команды Олимпийского резерва. Новый крытый бассейн поистине стратегически важный объект для всей страны. Появление такого грандиозного сооружения в Алматинской области обещает взрастить новых чемпионов, открыть первоклассных талантов в мире спорта. Секции откроются на базе дюшер номер один. Слово записать в них свое чадо можно будет уже этим летом, предварительно обратившись в спортивную школу. Уже сейчас идет набор высококвалифицированных тренеров. Имеющих богатый опыт в плавании, аэробике, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному полу. Мы планируем здесь открыть секции по всем водным видам спорта. Уже на этой стадии приглашаем тренеров с большим опытом работы с детьми. У спортсменов Алматинской области хорошие достижения по всем водным видам спорта. С открытием нового бассейна прославят Казахстан уже на международной арене. Для этого будут создаваться все возможности. В будущем будет определенный график, по которому будут посменно заниматься наши жители региона. Думаю, здесь мы взрастим еще не одно поколение чемпионов. По мнению целого ряда специалистов, такого спортивного объекта по водным видам спорта нет во всей Центральной Азии. В нем будут функционировать четыре бассейна – учебный, прыжковой, плавательный и так называемый сухой для самых маленьких. Это один из четырех бассейнов. Его строительство завершено на 90%. Его глубина составляет 2,5 метра, ширина 25 метров и самая главная длина – 52 метра. Уже в июне спортсмены со всего Казахстана, а позднее мира, смогут принять участие на соревнованиях любого масштаба, ведь выполнен он по всем международным стандартам. Представители подрядчика заверяют, что работы завершены на 90%. Сейчас же снаружи проводится монтаж винтажных стекол, установка фальцевой кровли. Внутри полным ходом идут фасадные и отделочные работы. Сам бассейн займет 9 тысяч квадратных метров. Металлоконструкция закончена на 100%, бетонные работы произведены на 100%. По внутренней части у нас бассейна, на данный момент, производятся работы по гипсокартону, аквапанели, то есть помещения, бытовые, спортивные залы. Это тоже касательно внутренних помещений служебных. И душевые кабинки. Готовятся сейчас под отделочные работы оба бассейна, чаши бассейна, то есть прыжковые и плавательные. Проводятся также еще малярные работы, отделочные, подготовка к укладке керамической плитки. Водный гигант будет иметь особое предназначение – принимать всех спортсменов мира на международных соревнованиях. Здесь будут проводиться учебно-тренировочные сборы, а также формироваться национальная сборная страны. Специалисты уверяют, что за этим бассейном будущее, где вырастет не одно поколение чемпионов и рекордсменов. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания.